Продолжение следует... Пятое. Свобода. На данный момент, как я делаю обзор, я не нашел пока что в интернете ни одного русскоязычного обзора, поэтому возможно, что я буду первый. Но перед тем, как приступить к распаковке, я хотел бы показать немного истории, рассказать немного истории о том, как я начал знакомиться с данной серией игры. Итак, начнем с того, что в 2002 году я приобрел первую часть, лицензионную от компании, здесь была в Украине компания Одиссей, трехдисковое издание первой части. Так вот оно выглядело, было разделено. В общем, вот так вот. Так выглядела первая часть. Спустя время ко мне в руки попала вторая часть, но это уже была не лицензия. Хотя на тот момент я увидел голограммку и мне показалось, что это действительно лицензионная игра, но эта игра не является лицензионной. Вторая часть называлась Splinter Cell Pandora Tomorrow. Очень, кстати, классная часть. Мне она очень сильно запомнилась. Ну, третья многообожаемая, многолюбивая игра – это House Theory, Теория Хауса. Данное издание я вообще приобрел в замечательном городе Санкт-Петербурге. Компания Russobit M занималась локализацией. Ну, вроде бы лицензионная, не знаю. После этого от той же компании Russobit M я приобрел двойного агента. Так он выглядел. Игра мне понравилась, но она вот чем-то уже отличалась от остальных серий. Что-то в ней зацепило меня, что-то наоборот расстроило. Но в любом случае равнодушным я не остался к этой игре. Ну и последняя часть – это Splinter Cell Conviction. Обычное издание, но в него входил ключ для активации нового какого-то вида оружия, эксклюзивного дробовика. Вот так вот оно выглядело. В общем, это вся моя коллекция. Ну, а теперь давайте перейдем к распаковке сегодняшнего нашего гостя. И распаковывать мне поможет данной шпионской игру, шпионский гаджет. Вот такой вот замечательный карт-шарп. Это складной нож в виде кредитной карточки. Итак, открываем. И достаем. Туго достается, но достается. В данной брошюре описывается, что он может разрезать спокойно теннисный мяч. Легкий, как перышко, помогает поварам. Самый базовый инструмент человечества. Ну, в общем, бла-бла-бла. И здесь инструкция, как его раскладывать. Ну, попробуем. Вытаскиваем. Оп-ля. 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 Брюки превращаются в элегантные шорты. Ну что, вроде не чёток. Приступим. Делаем надрез. Режет реально очень-очень остро. Смотрите, буквально провёл, уже разрезал. Напополам всё. Ладно. Распакуем. Мне многие просят, чтобы я не говорил, что входит данное аккредитационное изгадание, поэтому эту часть мы пропускаем. Снимаем картонный... Картонный, блин. Прозрачный рукав. Плотный картон. Так. Теперь надо узнать, как оно открывается. Скорее всего, через низ. Точнее, через верх. Очень плотно. Вуаля. Перед нами какая-то выступает девушка. Возможно, это его дочь. Я ещё не знаю. Я в игру не играл. И сказать вам наверняка не могу. Так, что мы видим. Два отделения. Первое отделение, конечно же, с фигуркой. И второе отделение с дополнительными материалами. Ну что ж, начнём, как всегда, со второго отделения. Фигурку оставим на десерт. Итак, как я сказал ранее, внутренняя коробка выглядит таким образом, что впереди нас встречает девушка. Сбоку новое подразделение, четвёртый эшелон. С обратной стороны пистолет без глушителя. Хотя на фигурке вроде бы должен быть с глушителем. И здесь представляет оружие для ближнего боя. Нож. Значит, здесь у нас артбук. Ой, артбук. Стилбук. С изображением прибора ночного видения. Фирменная марка серии. Внутри такой вот арт замечательный. Скорее всего, это база четвёртого эшелона. Так вот выглядит с обратной стороны. Дальше у нас это сам диск. Так вот он выглядит. Давайте вскроем, посмотрим, что внутри. С помощью нашего замечательного ножа. Так, здесь у нас сам диск с игрой. Здесь я не могу понять, это реклама его костюма или реклама ещё одной... А, ну скорее всего, это реклама ещё одной фигурки, уже просто в другом костюме. Так, следующее у нас это код на дополнительные материалы, скорее всего. И за ним мануал. Ну, чёрно-белый, кто бы сомневался. Кто бы сомневался. Дальше у нас по списку. Это 96-страничный комикс. На, слава богу, на английском языке. Объясню, почему слава богу. Потому что коллекционное издание я брал с Германии. Они любят переводить всякую макулатуру, которая входит в коллекционное издание, на свой язык, на немецкий. Ну, для меня английский не проблема. Я спокойно на нем говорю, как на русском, поэтому особо проблем мне не составит его прочесть. Хотя мой коллега Алекс Геймер сказал мне, что он приобрёл русское коллекционное издание, ну, русскую версию, и там комикс полностью на русском языке. Такой вот комикс. Пахнет новыми страницами. Если я не ошибаюсь, события нам описываются те, которые происходили между Conviction и Blacklist. Ну что ж, полиграфия отличная. Почитаю на досуге. Ну и в заключении достаем самое главное и самое вкусное. Это фигурка главного героя Сэма Фишера. Рассмотрим фигурку, как всегда, поподробнее. Что мы видим? Что подставка представляет собой карту мира. Под ней написано, что это принадлежит фигурка компании Ubisoft, бла-бла-бла, ну и, конечно же, сделана в Китае. Рассмотрим само качество фигурки. Как по мне, так это твердая оценка 8-8,5 из 10. И, честно говоря, мне костюм Сэма Фишера чем-то напоминает костюм Темного Рыцаря. Присутствует большое количество деталей. Вот такая вот щетина. Напоминаю, что главный герой был заменен, точнее говоря, его скин. Здесь он какой-то чуть помоложе, конечно же. Пистолет, кстати, вытаскивается. И можно его поставить в кобуру. Вот так вот видит фигурка. В принципе, фигурка хорошая. Претензий не имею. Будет красиво стоять в коллекции, на полке. И создавать боевую атмосферу. Ну что ж, данным коллекционным изданием я остался доволен. Мне все понравилось. Хочу напомнить, что я приобрел его в интернет-магазине hotgame.com.ua Ссылка будет ниже видео. Ну, я понимаю, что это последняя неделя школьных каникул. Хочу пожелать школьникам удачного и легкого учебного года. Чтобы у них было все хорошо. И они не огорчали родителей. С вами был Мак Грубер. Как всегда, подписывайтесь, оцените, комментируйте. Ставьте лайк. Вступайте в группу ВКонтакте. До новых встреч. До новых инбоксов. До свидания.